Значит, еще один вопрос на профессора Громова, ссылка, который пишет, что лечение железодефицита у беременных всем все, включая все витамины. Я посмотрел, действительно, такую рекомендацию, такая рекомендация у нее есть. Там же, кстати говоря, и аскорбинка, и цинк, и что там только нет, такое навороченное все подряд. Не будем обсуждать? Ну, я просто хочу добавить, вернее, напомнить, что у беременных нет, как правило, железодефицитной анемии, у них есть гемодилюция, да, то есть здесь мы обязательно проверяем сыворочное железо и обязательно смотрим ферритин, ну, не обязательно, но желательно, да, тем более, что сейчас мы проговорили, это просто. То есть у нас, если нет дефицита железа, не надо давать беременным вот это вот, тем более, железо. Не надо их кормить. Противопоказанием для беременных в препаратах железа является, насколько я помню, второй триместр. Если уж и у нее есть дефициты, ей нужны препараты, то это первый и третий. Ну, да, наверное, в беременном, у беременных ребенок высасывает железо, поэтому там активно очень идет перенос через плаценту, поэтому зреющий ребенок, он маму оберет полностью, она обезжелезится, а он получит свою дозу как надо. Другое дело, что после того, как ребенок вылезет из родовых путей, он будет сосать молоко. И вот во время лактации женщина теряет в тысячу раз больше железа, чем во время беременности. Поэтому это недооценивается, кстати говоря, всеми. Все считают, что надо кормить только во время беременности. Надо кормить именно во время лактации, потому что огромные потери железа идут именно во время лактации. И ребенок вот тут начинает не добирать, потому что он же ведь очень быстро растет, у него колоссальное потребление железа именно в период первых месяцев жизни, когда он удваивает массу тела, утраивает массу тела. Это же очень быстро все происходит, и тут нужны очень большие дозы железа.